Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях координатор культурных и историко-мемориальных проектов Русского Дома Наталья Анатольевна Саакян. Добрый день, Наталья Анатольевна! Рады вновь видеть вас в нашем эфире. Спасибо большое, Зара, за приглашение. Действительно, я тут подумала, вроде мы с вами как-то недавно встречались, но оказалось, целых четыре года, время быстро полетело. Я тоже очень рада нашей встрече. За это время, я думаю, что у вас накопилось много чего, что будет интересно нашим зрителям послушать, а вам рассказать. Расскажите, пожалуйста, какие проекты сейчас организовываете вы вашим отделом, в каких форматах, на что они направлены? Да, я вот за последней нашей встречи, я стала еще курировать направление культуры и историка мемориальных проектов нашего Русского Дома. Проектов очень много. Мы даже, когда делаем план на две недели, пытаемся что-то, может быть, даже убрать из плана, чтобы как-то нам красиво и правильно все это успеть организовать. Проектов много, действительно. Вот недавно, буквально у нас в этом году, ну, во-первых, много проектов связано с юбилейными датами, и в этом году, 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы в начале года объявили в школах постановки театральных спектаклей. И многие школы отозвались, и мы ездили в жюри, куда входили, и деятели культуры, в том числе вот директор Русского Драматического Театра имени Станиславского Карен Мерсисян тоже входил в жюри. Мы ездили на показ этих спектаклей и выбрали пять лучших школ, которые вот победили в этом фестивале. Но задача была у нас, чтобы победители показали свои спектакли именно на большой сцене. То есть сначала они в школах это продемонстрировали, и мы договорились именно с Русским Драматическим Театром, и у нас 30 сентября прошел такой галоконцерт, галоконцерт, где пять школ, ереванских, правда, школ, мы именно работали в этот раз с ереванскими школами, прошел галоконцерт. И вы представляете, восторг детей, учителей, родителей, когда дети, это, ну, не профессионалы, конечно, а просто дети, любители школьных каких-то спектаклей, они вот сыграли на большой сцене. Было очень здорово, и мы хотим продолжить этот проект и в следующем году, потому что в следующем году тоже такой юбилейный год многих писателей и поэтов. Мы также хотели бы объявить, но теперь не только Ереван, но хотим охватить всю Армению, потому что очень много талантливых детей в других школах, и тоже возобновить этот проект. Мне кажется, это очень здорово, и, правда, нас очень поддержало Министерство спорта, культуры, образования Республики Армения, МОНКС, вот мы совместно такой проект делаем. Часто проходит в нашем, мы ведь переехали на Баграмя на 34 уже более двух лет, и у нас очень замечательное такое фойе, предполагая такие хорошие, уютные какие-то посиделки, вечеринки, концерты. И у нас вот тоже новый такой проект, квартирники мы их называем, тоже к каким-то юбилейным датам, вот мы их к Довлатову провели, и у нас было вот «Столетие писателей-фронтовиков», потом у нас, например, к Высоцкому был проект. То есть это такие проекты, совмещенные музыка с поэзией, и выступают не известные какие-то, да, может быть, деятели культуры, а именно дети из школ, наши партнеры, какие-то ребята из университетов, просто талантливые ребята, где красиво читают стихи, где поются песни. У нас есть уже определенный контингент людей, которые приходят, и если у нас где-то зал предполагает 40-50 человек, но иногда у нас помещается и 70-80, потому что желающих много. Очень атмосферно, рояль у нас замечательный, поэтому вот эти проекты тоже стараемся поддержать, стараемся их тоже развивать. Вот уже, наверное, третий год у нас проходит «Русский рок» ко дню рождения Виктора Цоя. Мне кажется, тоже этот проект очень популярен, многие ждут, потому что, во-первых, ну и армянские слушатели очень любят Виктора Цоя, и мы были удивлены, что именно приходят, ну сейчас очень много ребят, приехавшие из России, да, в Армению, они, конечно, тоже посещают эти концерты, потому что они, ну, знают Виктора Цоя и любят рок, но и в Армении очень любят это и интересуются Цоем, поют вместе песни. Мы, когда ходим на этот фестиваль, вот мы видим, как все знают песни Виктора Цоя. Это очень здорово, мы проводили в парке влюбленных, в этом году у нас была немножко другая там локация, но тоже очень здорово все прошло. Вот такие проекты, которые мы хотим вот ежегодно проводить. Ну и замечательный у нас проект, который вот мой отдел проводит, это приезд настоящего Деда Мороза из Великого Устюга. Вот два года он уже к нам приезжал, и не только в Ереване на площади он выступает, мы ездим и в детские дома, и в больницы, где есть дети, да, болеющие онкологическими заболеваниями. И по всей Армении мы и в Гаварии в прошлом году были, и на Севане, в Ичмиадзине, в Гюмри. То есть представляете, такой настоящий Дед Мороз, который, не знаю, высотой, рост у него, наверное, ближе к двум метрам, такой большой, в красивом одеянии, он ходит по городу, здоровится всеми детьми, дарит им конфетки, подарки. Тоже очень здорово, и мы вот стараемся этот проект тоже. Это, конечно, с поддержкой тоже Вологодской области, с представителями Вологодской области, мы тоже проводим такой проект. Ну вот, как-то так, да. Это то, что касается моих проектов. Очень интересные и разносторонние проекты вы проводите. А кто зрители, слушатели, откуда они узнают? Могут ли, вот у зрителей, возможно, возникнет вопрос, откуда можно узнать о предстоящих мероприятиях, тоже прийти поучаствовать? Да, ну, во-первых, ну, сейчас все делает социальные сети. У нас есть страничка и в Фейсбуке, и страничка в Телеграм-канале. Телеграм-канал – это «Русский дом в Армении». Просто можно подписаться, подружиться, и все анонсы перед тем, как мероприятие проходит, мы делаем тоже такие какие-то интересные, красочные анонсы. Всегда можно прийти к нам. Не обязательно заранее записаться, там нам звонить, хотя мы пишем иногда, что зарегистрируйтесь и так далее, ну, можно просто к нам прийти и посетить любое мероприятие. То есть вход свободен? Да, да, вход свободен, но как все-таки мы государственная организация, когда к нам приходят, там просто чисто записаться, кто пришел, да, пройти через, у нас пункт охраны есть. Вот, а так, да, всегда можно прийти, просто все, кому интересно. У нас и маленьких детей мы всегда встречаем, кстати, очень так популярен, у нас уже второй год проходит, это дни школьных каникул, мы детей приглашаем к нам в русский дом на показ мультфильмов, особенно детей до 4, там, 4 класса, с 1 по 4 класс, показываем мультики, и потом угощение пончиками, поэтому вот скоро будет каникулы осенние, мы всех детей тоже ждем, потому что у нас для разных, ну, для разных возрастов бывают мероприятия, мы всегда, дверь открыта нашего дома. Я думаю, что многие зрители воспользуются этой возможностью, и у вас прибавятся посетителей. Да, спасибо. Я знаю, что «Русский дом» проводит еще программу «Новое поколение» для более старшего возраста. Ну, это программа «Новое поколение», ну, это президентская программа для молодых иностранных лидеров, да, профессионалов в своей области. Программа реализуется с 2011 года, да, уже более 10 лет, и за это время, конечно, очень много участников съездило в Российскую Федерацию. Это именно цель программы – познакомить, ну, знакомство с Россией, налаживание каких-то связей, ну, и какой-то опыт профессиональный, чтобы потом получить профессиональный опыт во время каких-то мастер-классов, которые там проводят, и потом применить в своей работе. По этой программе участвуют именно граждане Армении. Это должны быть молодые люди от 25 до 35 лет. Очень в этом году мне понравился подход Москвы, то, что стали именно ездить ребята, не только, да, там, например, экономисты, на какие-то профессиональные свои, да, там, по своей профессиональной деятельности. В этом году у нас и творческие ребята ездили, то есть у них были какие-то, не знаю, мастер-классы по, там, не знаю, музыке, какие-то креативные индустрии. В этом году, например, у нас вот недавно буквально прошла первая международная школа «Стимул», приняла молодых лидеров в сфере здравоохранения. И от нас ездила Аруся Голстян, она основатель медицинского центра «Мирзаян». То есть с таким восторгом приехала, вот недавно, буквально, несколько дней назад. То есть на такие поездки все-таки, я считаю, опыт, который получают не только от России, потому что в этих проектах участвуют еще молодые люди из различных стран. СНГ, там, Африки, Азии, Европы. И эти ребята, встречаясь, они делятся опытом, потому что это уже ребята, которые не студенты, а работающие в своей какой-то области. И, наверное, обмен опытом, мнением для них очень важен. Поэтому программа тоже нового поколения открыта. Всегда к нам можно обратиться, позвонить по телефону, который есть у нас. И, к сожалению, сейчас в этом году у нас уже закрылся проекты, но с весны, где-то с марта месяца возобновляется этот проект. И мы еще раз подружитесь с нашим каналом, следите за анонсами, и можно сюда вот поехать в такой проект. В этом году у нас около 40 человек ребят поехали в Российскую Федерацию. То есть сама процедура, как проходят ребята, сами находят мероприятия, на которых хотят участвовать? Да, мы делаем анонсы. То есть, например, блог творческий, блог экономический, международники. И они просто нам присылают свои заявки, мы их рассматриваем, мы отправляем еще в Москву, и там тоже рассматривают организаторы. Но, как правило, едут ребята, которым интересно этот проект. И, как правило, все попадают. И есть возможность поехать и получить какой-то опыт и посмотреть Россию. Я знаю, что Русский дом также отправляет детей из Армении, то есть студентов для учебы в вузах российских. Расскажите об этом тоже. Да, вот буквально два дня назад у нас был анонс, что с 7 октября начался прием заявок, и продлится он до 15 января 2025 года. И все вузы России принимают ребят из Армении. Это и высшее образование, и среднее профессиональное, и это еще дополнительное профессиональное образование. Единственные вот в этом году такие изменения, это должны быть только граждане Армении. Ну, проект тоже хороший. У нас, например, в этом году 280 квот дали на Армению. В феврале начнется уже квотная сама процедура, там, сдача экзаменов. Тоже интерес большой. И в этом году мы будем стараться еще ездить по городам Армении, потому что, вот, например, недавно мы ездили в Аловерды. Казалось бы, маленький городок, да, ребята могут не знать по-русски и так далее. Это была школа, я забыла номер школы, 18-я, кажется, города Аловерды. Она находится в верхней части, Аловерды делится на две части. И мы вот в этой школе были. Простая обычная школа. Но было столько заинтересованных. Во-первых, ребята все говорили, почти все говорили на русском языке. Был интерес именно поступить в российский вуз, задавали вопросы. Ну, как обычно, много хотят кто быть экономистами, юристами, но были и врачи и так далее. То есть интерес есть. Просто нам надо, ну, наша задача еще проводить эту квотную кампанию, ездить по городам, не только Ереван, потому что в Ереване все-таки ребята более насыщенная информация, да, поступление и в ереванские вузы и так далее. Там вот в регионах, мне кажется, есть шанс ребятам поехать в Россию и получить образование. Это здорово. Потом ребята приезжают к нам, и мы как-то стараемся с ними тоже общаться. Многие, кстати, приезжают уже после российских вузов. А вот кто больше подает заявки на участие в ваших программах? Это российские соотечественники или граждане Армении вообще в ваших программах? Вот как эта вовлеченность получает? Нет, сейчас российские соотечественники тоже, конечно, получают. Это через организацию соотечественников идет. Но и еще в последние годы, я еще раз говорю, мы стали выезжать в различные школы, проводить консультации. И ребята именно с других школ, со стороны, приходят участвовать в этой годной кампании и поступают. Но российские соотечественники тоже участвуют в всех этих программах? Да, конечно. Российские соотечественники, как без них, мы очень тесно связаны с организациями соотечественников, поэтому всю информацию они знают о нас. Конечно. Ну вот у многих возникает вопрос, кто вообще в Армении считается соотечественником? Это только граждане России или русские по национальности? Ну, вообще соотечественники, если взять Википедию, соотечественники – это лица, которые родились в одном государстве, проживающие или проживались в этом государстве, которые обладают общими признаками общекультурного наследия, и потомки, указанных этих лиц, по прямой нисходящей. Но современные такие научные круги пытаются это понятие немножко по-другому формулировать, что зарубежный российский соотечественник – это индивид, имеющий происхождение из единого государства. То есть это или российское государство, или Российская республика, РСФСР, Союз Советских Социалистических, Российская Федерация, Россия, которые владеют русским языком, которые лояльно относятся к ней, ощущают духовную и культурную связь с этой страной, поддерживающие контакты с Российской Федерацией. Поэтому, мне кажется, соотечественник в Армении – это такое общеобъемлющее понятие, потому что я хочу просто привести пример. Я уже говорила, что с нами общаются где-то 9 общественных организаций российских соотечественников. И в их организациях, ну, по последним данным, я не знаю, когда у них там перепись была, но мы когда-то запрашивали у них информацию, где-то в организациях 10 тысяч человек. 10 тысяч человек в этих организациях. И там не только русские по национальности, и не только граждане Российской Федерации, там находятся именно армяне с армянским паспортом, но люди, которые вот очень близки тоже к России, которые любят культуру, которые вот... Поэтому соотечественник – это такое общее, такое объемлющее название. Поэтому вот, наверное, все, кто любит Россию, с ней связан, наверное, и соотечественник. Я знаю, что вы поддержали также детей из Арцаха, организовывали программы для них. Расскажите об этом тоже. Да, вы знаете, ну, когда вот в прошлом году началось вот это движение, да, в Арцах, люди из Арцаха сюда стали приезжать. Ну, очень много компаний российских, во-первых, стали помогать и взрослым, и детям. А так как мы все-таки государственная организация на территории Армении, через нас много чего проходило, и, ну, гуманитарная помощь и так далее. Но вот как мы, как «Русский дом», очень много работали еще с детьми. Мы проводили арт-терапию с детьми. И показ фильмов, и какие-то лепка, и рисование. Вот у нас было, наверное, человек 30 детей, которые постоянно к нам приходили на вот эти проекты. И родители были благодарны, потому что дети немножко как-то отвлекались, отвлеклись от нехороших таких мыслей, каких-то стрессов. Но в этом году, да, у нас был еще такой наплыв именно в летние лагеря детей. Вот была организована летняя лагерная смена, которую организовала русская гуманитарная миссия при поддержке Росатома. 50 детей из Нагорного Карабаха были 3 недели в детском лагере Лусабац, это банкование. Ну, мы, «Русский дом», тоже в этом участвовали, потому что и сбор детей, и организация преподавателей, которые с ними там занимались. Потом мы ездили туда, показывали фильмы. То есть мы были полностью вот задействованы тоже в этом, в организации этого лагеря и общении с детьми. К нам потом обратился в этом году Архангельская область и совместно тоже с нашим Россотрудничеством организовала поездку детей на 14 дней. И с ними были двое взрослых в Архангельске. Там есть такой лагерь, называется «Северный Артек». То есть что-то похоже на Артек, но дети приехали оттуда вообще тоже очень вдохновленные. Мы их, во-первых, провожали так торжественно в лагерь, потом встречали их с шариками и так далее. И родители были рады, и дети были рады. В этом году еще существует такой фонд «Наследие и прогресс» и Министерство просвещения России организовали в город Иваново 56 детей, летний лагерь, детский лагерь «Интердом». Съездили тоже на три недели в лагерь. То есть у нас в этом году было такое насыщенное, и мы этим тоже занимались, потому что нам здесь легче находить и ребят, и родителей, и все это организовать. Поэтому да, в этом году дети из Нагорного Карабаха, я думаю, получили удовольствие оттуда. Интересно, в связи с тем, что вы рассказали и про детей из Нагорного Карабаха, и про то, что вы ездили в регионы, рассказывали о проблемах. Есть ли проблема русского языка в регионах? Вы знаете, я только что тоже сказала, что мы ездили в Алаверди, казалось бы, маленький город, но во всяком случае, я сколько езжу по стране, по Армении, а мы бываем не только в больших городах, но и в небольших городах маленьких, проблемы с русским языком я вот не сталкиваюсь. И мне всегда казалось, что взрослое население, да, ну, все-таки выросшее в Советском Союзе и должно знать русский язык. Но я смотрю, и молодежь, в общем-то, знает русский язык. И не просто там здрасте, до свидания, все-таки не общаются. И вот эта охотная программа, по которой мы ездили, презентовали в Фалаверди, Фанадзор, вот недавно, неделю назад мы ездили в командировку, говорит о том, что ребята говорят на русском. И, например, в Анадзорской школе мы были, у них была такая необходимость в русском языке, в школе, что они открыли русские классы, и у них уже второй год есть русские классы, и это востребовано. Еще про один такой замечательный проект мне рассказала. У нас уже, наверное, третий год проходит турнир на приз Романа Березовского. Роман Березовский, такой известный в Армении вратарь. И мы решили сделать в честь его такой турнир. И у нас в этом году прошли отборочные игры, и финал сыграли в городе Вайке. Тоже небольшой город, и было у нас 10 команд. Помимо игр и попадания там в финал, и выявления призеров, мы детям, ну, мы жили в одном таком большом месте, лагерь, мы им показывали фильмы, мы с ними проводили какие-то интерактивные игры. И вы знаете, многие дети, это обычные дети из различных марзов Армении, да, команды были из 10 марзов Армении, пытались с нами говорить, даже не пытались, вступали в диалог, общались, какие-то викторины мы проведили. То есть ребята знают русский язык. Я не вижу вот такого, такой тенденции, да, что русский язык не знают. Я думаю, что в Армении и молодежь, и дети знают русский язык. То есть получается, вы активно пытаетесь вовлекать регионы, и ребята достаточно активны. Да, то есть они, ну, может быть, смотрят мультики, какие-то фильмы на русском языке, в семьях, наверное, в любом случае, в каждой семье почти армянской, да, многие, кто-то ездит на заработки в России, то есть какая-то связь с Россией есть. И дети, наверное, каким-то образом кто-то приезжает. И у ребят есть желание участвовать в проектах. И, ну, вот, я чувствую, что интерес к русскому языку есть. А вот, ну, ни для кого не секрет, что в армяно-российских отношениях наблюдается некоторая напряженность, так это скажем. Как это сказывается, на ваш взгляд, на соотечественниках, на жизни соотечественников? Ну, давайте я про себя расскажу, потому что я тоже соотечественник, который здесь уже давно живу. Я, вот, во всяком случае, хожу в магазины, меня это никак не, да, на меня не влияет это никак. Я, ну, обращаюсь на паспортный стол и так далее, какие-то госучреждения, банки. Я не вижу вот этой какой-то тенденции или негатива. Во всяком случае, в моем примере этих таких отношений политических я на себе напряженность не вижу. И также на вашем окружении? Да, да, ну, мои друзья, мои родственники, да, я тоже этого как бы не вижу негатива. Наталья Анатольевна, спасибо вам, что сегодня пришли в нашу студию, рассказали о таких интересных проектах. Я уверена, что посетителей и желающих поучаствовать в ваших проектах прибавится после эфира. Вот, и еще раз благодарю за интересное интервью. Все, спасибо вам тоже большое. Субтитры создавал DimaTorzok